Ремонт дорог во дворах. Гладко только на бумаге. Одним миллион и другим жалкие подачки и добрые дела молодых и инициативных. Это социальный патруль и я Павел Васильев. Сегодня в нашей программе. Дороги во дворах запорожских многоэтажек чаще всего напоминают полосу препятствий. Более 20 лет эта сфера обходилась без надлежащего финансирования. Новый асфальт возле подъезда могли увидеть разве что счастливчики. Нередки случаи, когда жители города, устав ждать ремонта, латали дыры на дорогах собственными силами. Но в этом году, казалось бы, внутриквартальную запущенность должно было исправить долгожданное серьезное финансирование. Целых 30 миллионов гривен в 6 раз больше, чем в прошлом году. Учитывая, что ремонт одного квадратного метра бюджету обходится около 300 гривен, новый асфальт должен был появиться на 100 тысячах квадратных метров запорожских дворов. Правда, на пути коммунальных служб возникла другая проблема. Бюрократия долгие месяцы не давала приступить к работам. А тут еще и бдительные запорожцы начали замечать. По документам ремонт вроде как есть, а во дворе его нет. Если сравнивать состояние дорог с документами коммунальных служб, и реальностью можно найти много отличий. Например, вот в этом доме по адресу Новокузнецкая, 15, судя по отчетам, несколько недель назад закончился текущий ремонт внутриквартальных дорог. На сайте КП «Луат», которая занимается ремонтом дорог в городе, 17 августа сообщается, по адресу Новокузнецкая, 13А, 15 и 17, выполнен текущий ремонт. Наталья живет в доме по адресу Новокузнецкая, 13. Именно она на сайте коммунального предприятия и заметила отчет. В нем значилось, что внутриквартальную дорогу отремонтировали и возле 15-го, и возле ее дома. До 20 серпня на сайте КП «Луат» был звезд, что они сделали полностью ремонт в улице Новокузнецкая, включена Новокузнецкая, 15 и Новокузнецкая, 13. С официальным запросом Наталья обратилась в коммунальное предприятие. После этого, рассказывает женщина, информация о ремонте дороги у ее дома исчезла. По уверению жильцов, ремонт внутриквартальных дорог здесь не проводился почти 30 лет, с дня постройки многоквартирных домов. Машины экстренных служб к дому по адресу Новокузнецкая, 13, пробираются с трудом, а таксисты отказываются подъезжать к подъездам. Проблемы возникают и у владельцев авто, которые живут в этом доме. Ощущение в копейку вкладывается на ремонте машины. Теперь жильцы 13-го дома собрали подписи под обращением к местным властям. Хотят, чтобы те, наконец, уделили внимание проблемам запорожцев. А это уже дом в Южном микрорайоне по улице 40 лет Победы, 47. Но проблемы здесь те же. Внутриквартальная дорога больше напоминает полосу препятствий. Если сейчас пойдет дождь, это просто выбоины сплошные. Если ребенка отпустить по этой дороге, они падают просто. Это не то, что мы убиваем свои коляски, свои велосипеды и нервы, честно говоря. В этом доме живет и Виктор. Чтобы добраться до магазина, вынужден либо на свой страх и риск преодолевать огромные ямы, либо искать дорогу получше. Вот только тогда приходится объезжать дом. Я езжу скупляться. Если вот так мне ехать, это вокруг. Получается, через бобурку на Павлокичке получается. И вот я вокруг вот это езжу, но мне шкрипти. А если сюда ехать, я что? Ну, в общем, опасно. Геннадий Рекалов, председатель постоянной депутатской комиссии по вопросам жизнеобеспечения города Запорожского горсовета, тоже показывает один из обычных дворов. Говорит, он показательный для всего города. Рядышком с городсполком, ближайший двор, такая картина повсеместна. Проблема внутриквартальных дорог настолько же острая, как и другие коммунальные вопросы города. Ямы и колдобины во дворах вследствие слабого финансирования на протяжении более 20 лет. В прошлом году впервые нам удалось выделить 5 миллионов гривен на ремонт внутриквартальных дорог. К сожалению, использовали их не лучшим образом. Но тому есть причины. К сожалению, у нас аппарат не очень разворотлив. С другой стороны, слабые структуры, которые хотят заниматься ремонтом дорог. В этом году ситуация с финансированием, казалось бы, куда лучше. На внутриквартальные дороги выделили целых 30 миллионов гривен. Небывалый случай для Запорожья. Но затяжные экспертизы и тендерные процедуры долгое время тормозили начало ремонтных работ. Есть общая цифра, общее понимание, что сегодня есть живых 30 миллионов гривен. Благодаря децентрализации бюджета в этом году казначейство пропускает, деньги есть, но физически мы не успеваем делать. Сейчас для ремонта дорог коммунальщикам не мешает ни бюрократия, ни плохая погода. Но 30 миллионов заложенных в городском бюджете освоить уже вряд ли успеют. Остается только надеяться на то, что в следующем году финансирование останется на том же уровне, а коммунальная сфера города научится с ним справляться. Беззащитная медицина. Лечебные учреждения города кричат о помощи. Медики в аварийных условиях вынуждены лечить пациентов. Вместо того, чтобы осваивать новые методики оказания помощи, врачи думают о ремонте больниц и закупке хотя бы минимального оборудования. Так в Запорожье функционирует 35 лечебных учреждений, 4 уровней медицинской помощи. В целом, из городской казны на содержание сферы здравоохранения в этом году предусмотрено почти 620 миллионов гривен. К слову, это примерно 1,6 бюджета областного центра на 2015 год. Тем временем, медики сетуют, бюджетные средства расходуются нерационально. Одним медучреждениям достаются миллионы, а другим лишь несколько тысяч гривен. Для примера возьмем финансирование двух самых крупных лечебных учреждений города. Городской клинической больницы экстренной и скорой медицинской помощи и 9-й горбольницы. По официальным данным, годовой бюджет первой составляет немногим более 97 миллионов гривен, второй порядка 63 миллионов. В это же время на содержание центральной больницы Рженхизовского района, бывшая больница номер 10, которая в несколько раз меньше, чем 5-я и 9-я больницы, выделена также немало, более 15 миллионов гривен. При этом, если рассматривать бюджет развития этих трех больниц, а это средства на реконструкцию, ремонт и приобретение оборудования, то данные впечатляют. Что касается реконструкции, то для 5-й горбольницы в бюджете развития предусмотрено более 2 миллионов гривен, для 10-й 2 миллиона 100 тысяч гривен. 9-я больница в аутсайдерах. По мнению депутатов, для развития 9-й больницы будет достаточно и 8 тысяч гривен. Есть ли перспективы у запорожской медицины с таким распределением бюджета, выясняла Ирина Погоренная. Запорожская городская многопрофильная клиническая больница номер 9, одну из самых больших лечебных учреждений города, обслуживает треть населения областного центра. В последние несколько лет, говорит главврач Кирилл Нерянов, больница стала бельмом в глазу запорожских властей. Считает, в корне проблемы две причины – непрофессионализм сотрудников горздрава и личная неприязнь представителей власти к его персоне. Если и дальше так будет продолжаться, то мы вернемся к земской медицине. Последняя закупка медоборудования, подчеркиваю, именно медицинского оборудования, потому что оборудование мы закупали в прошлом году, но это дизель-генератор. А что касается именно медицинского оборудования, была в 2008 году, 7 лет назад. В течение 7 лет в 9-ю горбольницу не было закуплено никакого оборудования. По словам Кирилла Нерянова, бюджетные средства в сфере медицины распределяются неравномерно. В то время как больницы с ургентными отделениями остаются бессредственны на существование, лечебным учреждениям терапевтического профиля дают карт-бланш. Если взять реконструкцию, то на 9-ю горбольницу выделено 8 тысяч гривен, в то время как на 10-ю выделено 2 миллиона 100 тысяч. На городскую больницу номер 3, к примеру, 1 миллион 349. Если попытаться пересчитать на обслуживаемое население, каждая больница обслуживает какое-то количество населения, то в 9-й больнице на реконструкцию выделено 4 копейки на одного жителя. В то время как в 10-й 70 гривен. Такая же ситуация наблюдается и с приобретением оборудования. Тем временем чиновники от такой информации открещиваются. Говорят, средства распределяют поровну. Начальник городского управления мне сказал, что абсолютно никакой разницы в финансировании нет. Кстати, поэтому я прошу моё выступление считать как обращение в правоохранительные органы с целью разобраться, действительно ли, насколько объективно финансируются лечебные учреждения. В сложившейся ситуации медучреждениям остается надеяться только на спонсорскую помощь и поддержку крупных промышленных предприятий региона. Два месяца назад главный инженер комбината «Запорожсталь» Владимир Буряк дал старт городской медицинской программе. Её суть – на конкурсной основе выбрать лучшие проекты по благоустройству лечебных учреждений. Участие в программе приняли практически все больницы города. К инициативе присоединилась и 9-я горбольница. «Запорожсталь» выполнила все обязательства, которые они давали. Конечно, сотрудники крайне очень довольны, потому что шла речь о четырёх проектах. Это ремонт в приёмно-диагностическом отделении, это ремонт в отделении переливания крови в операционной, это обновление оргтехники. Мы полностью обновили оргтехнику в стат-отделе. И это установка камер видеонаблюдения. Сотрудничеством с Владимиром Буряком остались довольны и сотрудники Центра первичной медико-санитарной помощи номер 4. О современном диагностическом оборудовании ранее медики могли только мечтать. Теперь в манипуляционном кабинете открылась собственная мини-лаборатория. Закуплено два аппарата, анализатор мочи и спирограф для обследования дыхательных путей. Там тоже около 10 показателей функции внешнего дыхания, скорость потока, объём, жизненно-ёмкость лёгких, то есть показатели, которые необходимы нам для постановки диагноза. Хронических бронхитов и бронхиальной астмы. То есть уже, как можно так говорить, опыт, который есть у врача, он подтверждается уже оборудованием, которое есть. Да, это подтверждает диагноз окончательный и в плане лечения. Новое медицинское оборудование появилось и в городской больнице номер 7. В рамках медицинской программы Владимира Буряка закупили два аппарата. Коагулометр в клиникодиагностическую лабораторию и дефибриллятор в отделении кардиологии. Такой аппарат жизненно был необходим просто на самом деле. Уже кардиология без дефибриллятора, знаете, как без рук. Притом он такой мобильный. Закрыть хозяйственные проблемы решили в третьей и центральной больнице коммунарского района. В последней провели замену мягкого инвентаря. Это подушки, одеяло, матрасы и постельное белье. А в третьей горбольнице установили новые стеклопакеты. Старые окна заменили в пищеблоке, лоротделении, дневном стационаре и первой хирургии. Всего установили 13 стеклопакетов. Что позволило, конечно же, сохранять более благоприятный климат именно в помещениях. А это были помещения и перевязочных, и манипуляционных. То есть и помещения, где необходимо поддерживать постоянный температурный режим. Действительно программа в действии. Мне приятно, что с помощью программы, которую мы во всех больницах сегодня города Запорожья, что врачи действительно стали уверены в том, что они действительно будут делать то, чему они учились. Лечить людей, а не быть просто за вхозами и думать, как им поменять окно, или как им постылить линолеум, или где-то отвалившуюся кафель от ремонтира. Где на это взять деньги, а в то же время очень огромный объем работы по оказанию услуг населению города Запорожья. Совсем другой подход к пациентам и медицинской практике у киевских специалистов частных клиник. Накануне запорожские медики побывали в столичном центре репродуктивного здоровья. Главные принципы в работе клиники – профессионализм, качество, безопасность. Еще одна особенность учреждения – в одном месте сосредоточены все узкие специалисты. Мы приехали к Киеву, а обратно здесь будет какой-то? Конечно. Я имею в виду в Запорожье. Мы хотим, мы думаем, нам будет еще чем поделиться. Мы подготовимся еще командой, приедем, рассчитывая на большую аудиторию. Когда есть прямой контакт между врачами и центрами репродукции, когда доктор знает, куда можно позвонить и у кого спросить, я считаю, что лучше не придумать. В таком контакте эффективность будет намного выше и лучше. Такие же технологии, считает Владимир Буряк, должны развиваться и в Запорожье. Социально ответственный бизнес не останется в стороне. Главное – действовать сообща. Те условия, в которых находятся мамы здесь, я думаю, этого нужно и нам, чтобы было в городе Запорожье. Такие же центры, и не только в центрах, вопрос даже не в центрах. Наверное, это нужно делать во всех больницах, во всех роддомах, во всех женских консультациях нашего города Запорожья. Чтобы это было и при поддержке государства, и при поддержке Министерства здравоохранения, и, конечно, социально ответственного бизнеса. На этом медицинская программа Владимира Буряка не заканчивается. Впереди новые проекты, а значит, лучшее качество запорожской медицины. Третья часть жителей Запорожской области – молодежь. В категорию от 14 до 35 лет попадает 517 тысяч человек. Большинство молодых людей живут в Запорожье и отмечают – активно и полезно провести досуг в нашем городе попросту негде. Поэтому, не дождавшись инициатив от власти, решили взять дело в свои руки. И организовали фестиваль «Зоби-фест». Он объединил спорт, музыку, КВН, мастер-классы и развлечения. Название выбрали неспроста. Здесь «З» означает «Запорожье», а обе аналогия с телефонным кодом города – 061. Три месяца работали над программой, продумывали концепцию, а главное – делали Запорожье лучше. Как результат, за три дня 350 участников, шесть вузов проведено, 40 мероприятий. Пропуском на фестиваль для молодых людей стали добрые дела во благо родного города. А их молодёжь сделала немало. Студентка Ярослава родом из Кировограда. В Запорожье приехала учиться в медицинском университете. Когда узнала о фестивале, долго не раздумывала, какое доброе дело станет для неё пропуском на «Зоби-фест». Я вообще недавно здесь приехала, я не местная. Я когда пошла на пляж, ну типа Запорожье, Днепр, красиво, в моём городе нет огромной речки, нет пляжа. И я удивилась о том, что мусор валяется, потому что видно, что не первый год он там лежит и никто не убирает. Я выделяла время, сняла, мне было несложно, до и после. И выложила, и поехала, чтобы пообщаться и разнакомиться с другими ребятами из города Запорожья. По итогам конкурса вместе с Ярославой пригласительные на первый «Зоби-фест» получили 350 человек. Это значит, столько же добрых дел было сделано в городе. Запорожские студенты удивили организаторов оригинальными идеями. Наши ребята очень круто креативили. Они начинали с малого. Кто-то покормил бродящую собаку, кто-то покрасил лавочку, ворота, убрал мусор, делали субботники. Помогали людям пожилого возраста переходить через дорогу, выходить из транспорта. Это говорит о том, что молодёжь нашего города действительно душевная, настоящая, живая и они не безразличны к тому, что их окружает. Многие настолько довольны результатом, что обещают повторить свои добрые дела. Теперь уже не ради билетов на фестиваль, а во благо города. Это главное достижение, уверены инициаторы проекта. Такой фестиваль нужен, во-первых, для того, чтобы изменить людей, их менталитет, чтобы они хотели делать добрые дела. Ведь мы не берём ни гроша за весь этот фестиваль, а билеты ребята получают таким образом, что они делают хорошее дело, выкладывают в нашу соцсеть и мы им вручаем пригласительные. В обмен на добрые дела – увлекательный трёхдневный отдых на берегу Днепра. Здесь каждый мог найти развлечение по душе. От спортивных игр до мастер-классов по танцам и диджеингу, соревнований команд КВН и интеллектуальных конкурсов. Ну а центром фестиваля стал бассейн. Фестиваль очень крутой на самом деле, очень много молодёжи, очень интересные ребята. Самое главное – это новое знакомство, это сплочает нас почаще. Чтобы молодёжь знала друг друга, чтобы они сплочались, чтобы побольше добрых дел для родного города делала, чтобы наш родной город развивался. Студентка педагогического колледжа Даша выбрала для отдыха волейбольную площадку. Чтобы попасть на фестиваль, девушка с друзьями организовала праздник сладкой ваты в детском доме. Обалденно. Я, честно сказать, не думала, что будет настолько всё организовано, организация вообще на высшем уровне. Во-первых, общение нормальное. Во-вторых, активный способ проведения времени своего. И играют и волейбол, и футбол, и всякие интересные какие-то кружки, те же дискотеки. Всё весело, хорошо, культурно. В общем, море положительных эмоций. В общем, всё классно. А для тех, кто приехал не только отдохнуть, но и чему-то научиться, проводили различные мастер-классы. Ребята осваивали гипноз, графический дизайн и участвовали в дебатах. Это мероприятие – это замечательный повод для того, чтобы собрать ребят и показать им, что помимо развлечений в нашей жизни должно быть какое-то интеллектуальное развитие, и оно может быть интересным. Дебаты развивают критическое мышление, они развивают уверенность в себе, умение выступать на публике, тайм-менеджмент. И вообще дебаты – это место, где собираются люди-единомышленники. Поэтому это замечательный способ найти тех, кто близок к тебе по идеалам жизненным. Все три дня фестиваля были расписаны буквально по минутам. В короткую программу организаторы вместили четыре десятка образовательных, спортивных и развлекательных проектов. Для местных студентов это не только дополнительные знания и заряд позитива, но и новые знакомства. Идея очень крутая. Если бы было каждый год, я бы такой, чтобы каждый месяц было такое. Действительно, потому что очень крутая. Сплачивает вообще коллектив, все универы, все студенты. Это очень круто. Действительно очень круто. Я скажу, в Киеве такого нет на самом деле. Ну реально нет. Это круто, что сделали в Запорожье. Мне очень нравится. Участники зоби-феста отметили таких мероприятий, где молодежь может с пользой провести свободное время, развиваться физически и интеллектуально в Запорожье катастрофически не хватает. Если вот сделать этот фестиваль таким, чтобы о нем знало, я не знаю, все общество, вся Украина, все Запорожье, Запорожская область, всех-всех-всех привлекать, то будет очень событий, это будет очень круто. И можно расширяться, расширяться, запасаться новыми идеями и так далее. Привлекать какие-то более крутые команды, привлекать людей. И тем самым делать жизнь в Запорожье веселее и интереснее. Идея фестиваля принадлежит студентам. Три месяца они самостоятельно разрабатывали программу мероприятия. За помощью в проведении обратились к главному инженеру комбината «Запорожсталь» Владимиру Буряку. Он идею поддержал. Как настроение? Нравится все это? Нравится. Спасибо. Так в следующем году проводим? Да! Владимир Буряк стал гостем фестиваля. Побывал на футболе и мастер-классе для диджеев. Дольше всего задержался на Костровой. На нашем расседнике горчилась третка в Матвай. И все вместе! Впечатление просто великолепное, честно. Великолепное впечатление. Такое впечатление, что я вернулся, ну скажем, там, лет на 30 назад. Правда, это приятно. Приятно, что это непринужденно. Приятно, что они находят общий язык, они быстро сближаются друг с другом. У них общие интересы, у них общие проблемы. Просто великолепное. И нам всем нужно, взрослым, ответственным людям, действительно поддерживать эти молодежные движения, которые у нас существуют. И я скажу с большой уверенностью, что в следующем году такой же фестиваль, он будет здесь, на этом месте. О том, что зоби-фестиваль станет ежегодным, мечтают и сами студенты. Говорят, мероприятие достойно даже того, чтобы быть всеукраинским. Что объединяет запорожскую молодежь и почему раньше в городе не было таких фестивалей? Об этом разговор с нашим сегодняшним гостем, помощник Владимира Боряка по вопросу молодежной политики Сергей Ильченко. Добрый вечер. Добрый вечер, Павел. Сергей, судя по всему, первый блин комом не вышел, фестиваль действительно получился. Тяжело ли было его организовать и тяжело ли было помогать его организации? Фестиваль действительно получился, но было не тяжело. Было очень интересно, потому что самой организацией занималась наша молодежь, наше студенчество, которые вышли с инициативой по проведению этого мероприятия. Со стороны Владимира Викторовича Боряка, который поддержал эту инициативу, была корректировка, было направление, были подсказки. Но если брать в общем, это все лежало, вся ответственность лежала на студентах. Мы дали им такую возможность себя проявить, показать, насколько они разноплановые, насколько они разносторонние. И их желание было осуществлено. Тому подтверждение шикарный фестиваль Зоби Фест, который объединил 350 студентов города Запорожья. Кому принадлежит идея с пропусками, добрыми делами? То есть их надо было как-то документировать, фотографировать. Что нужно было сделать вообще, чтобы попасть на фестиваль? Идея, конечно же, от организаторов. В нашей команде волонтеров-организаторов было 25 студентов разных вузов, которые креативно подошли к решению этого вопроса. Хочется сделать город лучше. Крупномасштабные какие-то акции проводить студенты, к сожалению, не могут, потому что у них нет ресурсов, нет поддержки со стороны городской власти. А вот сделать что-то мелкое, что-то личное, персональное, они могли. И тому подтверждение покрашенные лавочки, мини-субботники, наведение порядка в ближайших домах. Это реально объединило всю молодежь города Запорожья и дало им возможность себя проявить и заработать пригласительный билет на Зоби Фестиваль. Как по-вашему, что кроме добрых дел может объединять молодежь и участников фестиваля, который прошел? Ну, если проанализировать подготовку, реализацию проекта и итог всего фестиваля, то объединить может командная работа и желание изменить состояние города Запорожья, состояние молодежной политики к лучшему. Вы планируете второй фестиваль? Планирует молодежь, как это и должно быть в городе Запорожье. Нельзя навязывать молодежи то или иное направление, то или иное мероприятие. Понятно, что согласно традиции в бюджете, в плане мероприятий заложены одни и те же мероприятия, одни и те же суммы, но время не стоит на месте. Мы идем вперед, уже очень много новых направлений, которые надо развивать и к которым молодежь прикасается. И они хотят идти дальше. Есть ли у нас молодежная политика в городе? Мое личное мнение, что молодежная политика в городе Запорожье отсутствует. А если быть правильным, то поддерживается по остаточному принципу. К тому подтверждение, что молодежи реально некуда пойти. Нет спортивных зданий, нет спортивных площадок. Вот, кстати, буквально полтора месяца назад по поручению Владимира Викторовича Буряка, главного инженера комбината Запорожья Стальмы, провели инспекцию футбольных полей в городе Запорожье. И я хочу вам сказать, что ни в одном районе города Запорожье нет полноценной спортивной площадки. Все в ужасном состоянии, и молодежь не может нигде себя проявить, даже в спортивном направлении. Это очень обидно, очень печально для такого крупного промышленного города, как Запорожье. И у молодежи есть желание развиваться, есть желание себя проявлять. Они это смогли осуществить на фестивале Зобби Фест, и они не хотят останавливаться. Они хотят идти дальше, и я уверен, что вот с такой активной молодежью, с которой мы плотно работаем, сотрудничаем, дружим, у нас такое молодежное движение будет развиваться, и молодежная политика, конечно, станет приоритетом номер один. Но я думаю, что это уже будет, скорее всего, в команде нового мэра, новой власти, которая совсем скоро придет в городе Запорожье. И не случайно говорят, что рыба гниет с головы. Если на данный момент у действующего мэра Александра Чинсаныча Сина это не приоритет молодежная политика, то какой может быть приоритет, например, у начальников тех или иных отделов, управлений? Еще раз говорю, это подход по остаточному принципу. И тому даже подтверждение сумма в бюджете города Запорожье, которая направлена на развитие молодежи, это всего лишь 400 тысяч гривен. А для сравнения, на комбинате «Запорождаль» на молодежную политику, на молодежь, которая насчитывает около 6 тысяч человек, выделяется 4 миллиона гривен. Это вот реальный показатель. В городе Запорожье молодежь достойна большего, лучшего. И я уверен, что совместными усилиями и с новой властью, которая совсем скоро придет, мы сможем это объединить. И я повторяюсь, молодежная политика станет приоритетом. Есть молодежь, есть будущее. Большое спасибо. Я напоминаю, у нас в гостях был помощник Владимира Буряка по вопросам молодежной политики Сергей Ильченко. Решить проблемы можно только вместе. Объединяйтесь. Это был Социальный патруль и Павел Васильев. Увидимся через неделю. Будет много интересного. Редактор субтитров А.Семкин